Итак, что мы с вами уже обсудили? Мы обсудили, чем специфично на тестировании клиент-серверных приложений, какие будут два вида архитектуры, двухуровневая и трехуровневая, двухуровневая только клиенты и сервер. В трехуровневой сервер разделен на веб-аппликейшн и датабейс-сервер и клиенты, которые с ними взаимодействуют. Мы обговорили, почему так, обсудили, что такое фронтенд-часть, бэкенд-часть, какие там технологии применяются. Поговорили с вами про то, что такое протокол, какие виды протоколов у нас чаще всего встречаются в нашей жизни, какие они бывают, чем они специфичны, как работает HTTPS, чем он обеспечивает защищенность передачи данных. Обсудили, что такое реквест, что такое респонс, какие в HTTP структуры реквеста, что он состоит из стартовой строки, которая включает в себя метод URI и версию протокола, то есть что мы хотим сделать, с каким ресурсом и согласно какого протокола. Хедеры, которые являют собой набор параметров и атрибутов, необходимых серверу, чтобы сформировать каретный респонс для данного клиента по данному запросу. И баде, если надо передать в реквесте какую-то информацию серверу. В структуре респонсов, в которой у нас есть в начале сообщение статус-код и статус-месседж, то есть номер стандартизирования согласно V3C.org Community стандарта, в которой трехзначный номер и короткое сообщение о том, что произошло. Хедеры, в которых сервер сообщает набор параметров и атрибутов о данном респонсе, необходимый клиенту для того, чтобы корректно отобразить его юзеру. И тело запроса, если мы что-то хотели получить, оно включает в себя то, что мы запрашивали. Также мы с вами поговорили о методах HTTP. Это метод get, post, head, delete. И про то, что get бывает простой и параметризированный. И в чем отличие между get-ом и post-ом, если нам нужно отправить запрос с параметром, что пост более безопасный, он включает все параметры внутри тела запроса. Get их впихивает в URI, что отображается в адресной стеке браузера и сохраняется в браузер history в том числе. Его можно проследить. Теперь, о чем мы поговорим в этой лекции? В этой лекции мы будем говорить о респонсах, о статус-кодах, какие они бывают. И попробуем немножечко визуализировать ту информацию, которая была в прошлых двух занятиях, потому что я понимаю, она довольно абстрактная и не так легко усваивается, как, возможно, хотелось бы с первого раза. Придется ее посмотреть, может, несколько раз, что-то еще подчеркнуть дополнительно, подумать над ней, но хотелось бы пощупать руками, правда? Вот, чтобы мы смогли пощупать руками, мы сейчас будем использовать такой инструмент, как Google Chrome Developer Tools. Это первый помощник веб-тестировщика, ну и веб-разработчиков в том числе. Давайте еще немножко теории перед тем, как мы пойдем в Google Chrome Developer Tools. Какие есть пять групп серверных ответов? Это так называемые сотые месседжи, инфомесседжи. Например, 101, если не ошибаюсь, это Switching Protocols. Это когда сервер нас информирует о том, что я могу работать по более новой версии HTTP, например, ты по старинке пришел ко мне по первой версии, я уже поддерживаю 1.1, и это будет лучше для общения между нами. Присылай следующие запросы согласно нового протокола. Двухсотые месседжи. Самый популярный месседж — это 200 ОК. Это так называемый успех. Месседжи успеха. 200 ОК. Ну, там еще есть другие двухсотые месседжи. Там успешно удален, реквест принят и так дальше. Трехсотые месседжи — это redirect, перенаправление. В каких случаях мы сталкиваемся с вами с перенаправлением? Например, вы заходите на сайт, я не знаю, там, mycompany.com, а у вас открывается сайт mycompany.com.ua, и он открыт на украинском языке, потому что у них есть региональный поддомен, на котором сайт адаптирован под ваш регион. Или, например, вы заходите на какой-нибудь сайт internetmagazin.com, а у вас открывается другой сайт, написано, извините, internetmagazin.com более недоступен. Мы переехали на superinternetmagazin.com. Для этого используются redirect-месседжи, то есть на старом адресе настраивается перенаправление на новый адрес, и когда приходит запрос на старый адрес, в респонсе сначала приходит redirect клиенту с ссылкой, куда теперь стоит отправлять все остальные сообщения, и клиент уже шлет их под другому URI, запрашивая снова вот этого superinternetmagazin.com, те ресурсы, которые он хотел получить. Ну и также redirect-месседжи, например, используются для кэша. Как пример, это сообщение not-modified. Не было изменено с того, как ты в последний раз запрашивал. Как я уже рассказывал, работает это при помощи хедеров if-modified-sins и last-modified. Кэшируется не все. Есть также атрибуты в хедерах no-cash. Можно указать в явном виде, сервер клиенту говорит, то, что я тебе прислал, не кэшируй, это не то, что стоит сохранять. Что, например, мы бы не хотели, чтобы кэшировалось? Наверное, страницу с заполненными данной кредитной карточки не стоит кэшировать на клиенте. Зачем хранить HTML-кус, там, где в явном виде какая-то информация, которую не стоит сохранять, ее лучше заполнять каждый раз, да? Мы не хотели, чтобы это кэшировалось, программисты указывают в хедерах респонса no-cash. Есть какие-то вещи, которые мы не хотим, чтобы кэшировались надолго. Например, я не знаю, у нас сайт с прогнозом погоды, и там прогноз погоды на сегодня. Мы говорим, что эту страницу кэшировать не больше, чем на 24 часа. Зачем? Ну, вдруг браузер глюканет, и у нас в кэше залипнет прогноз погоды на сегодня, на ближайшие полгода, и мы будем открывать и видеть одну и ту же погоду, и это будет немножко странно. Ну, или вы можете придумать какие-то другие, более интересные примеры. Четырехсотое сообщение — это client error. Многие почему-то думают, что 404 page not found, страница не найденная, это ошибка сервера. Но нет, это не ошибка сервера, это ошибка клиента. Именно клиента, который сформировал запрос по несуществующей ссылке. Или сформировал запрос, то есть просит дать то, чего на сервере нет. Или оттуда, где вот это то самое оттуда не существует в принципе. Но как вы идете, я не знаю, по улице, к вам кто-то подходит и говорит «дай мне ананас». У вас его с собой нет. Это ошибочный запрос к вам. Это не ваша ошибка. Хотя в некоторых случаях, когда вас просят «дай закурить», а у вас с собой нет, в реальной жизни это может быть ваша ошибка. Но в случае с клиент-сервером тут все по-честному. То есть это клиентская ошибка. Он просит то, чего нет, получает ответ «page not found» или «not found» 404. Пятисотые ошибки – это сервер error. Сервер error – это может быть разные вещи. Пятисотая, например, internal server error, значит на сервере что-то не так, и он не может обработать ваш запрос. Или там 504, он временно недоступен. Опять-таки, когда он временно недоступен, он в хедерах может бросить параметр «retry after». То есть попробуй еще раз через столько-то времени. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями.